Добрый день! Сегодня я расскажу о своем небольшом опыте участия, ну так скажем, стажировки в Туцинге, в Академии политического образования. Эта академия основана в 1957 году, и основная идея этой академии – гражданское образование. Академия находится в пригороде Мюнхена, финансируется полностью баварским правительством. И такое образовательное учреждение находится прямо на озере, к которому иногда можно купаться летом. Сейчас мы находимся на сайте, вот это директор, который сейчас работает на посту директора. Здесь вот у них есть фотографии всяких событий, мероприятий. Это сад, вот это озеро видно, и я покажу потом это кафе, так скажем, столовая, и я потом покажу несколько видео, которых я там снял прямо на месте. Я не буду сейчас говорить о содержании, о том, какой уровень преподавания, вот это место, где можно купаться, а просто о том, о том, как это выглядит, насколько это хорошо устроено, и насколько приятно действительно стажироваться в таких условиях. Вот это директор, а это вот Йорк, который с нами был координатором. Хотя сама программа была очень интересная, я проходил стажировку, которая называлась «Немецкая политика и общество». Там первая часть была, всего было пять дней, в июне, в первой неделе июня. Первая часть была про политику Германии, про ее общество, а вторая про методы преподавания, в том числе там деловые игры были, некоторые очень интересные. Вот, и все это было в рамках, собственно, моей активности, в рамках магистрской программы, совместной с Германией, Санкт-Петербургской немецкой образовательной программой магистрской, которая называется «Studies in European Societies». Так, ну вот это главный холл, здесь находится ресепшн и, вот сейчас вот за моей спиной, вход в один корпус, в другой корпус. Тут всякие люди ходят и есть даже... Так, ну вот объекты искусства. Женщина повалила все миросадание и мужчины падают, не знают, как реагировать. Видите, как весело. А здесь что-то о пропаганде. Видимо, это карта пропаганды. А здесь какие-то вспомогательные надписи. Я не понимаю, по-немецки? Вот это, товарищи, вид на озеро. На двор. Видите, здесь парк. Низу столики. Здесь вот всякие коттеджи. Вот это вот главное здание, где проходят занятия. Это, по-моему, административное здание. Здесь вот эта вот веранда, на которой... В которой проходят завтраки, обеды и ужины. А вот тот корпус, который чуть вдалеке, это корпус, где... Ну, в общем, всежитие. Или гостиница, лучше сказать. Вот за гостиницей там вот парковка. Вон там есть автомобили, но они поудаль. А вот здесь вот на озере есть купальня. Но вот эта, которая торчит, это не наша. Наша чуть левее. И там нету домика. Потом спустимся. Снимем. Вот так вот. Курортное место. Вдалеке, сейчас не очень хорошо видно, есть горы. Вон они. За озером. Это, видимо, Баварские Альпы. Угу. Да, вот здесь вот так вот все подстрижено. Газончики. Здесь скульптура какой-то тетеньки. И вот там вот тоже места, чтобы посидеть. Столики. Здесь, видимо, не для некурящих, а вот там внизу для курящих. Вот. Но в нашей группе всего один курящий человек. Вон там в кустах какая-то скульптура. Ну и вообще так все очень мило. Можно посидеть на скамеечках, посмотреть на озеро. Вот такое утро перед уроками и лекциями. Там еще какое-то кафе. Вот такая вот история. Так. Вот это вид на главное здание. Со стороны парка. Вот это главное здание. Вот там у нас проходят занятия. Справа вот это кафе, где молодые люди беседуют. Это площадка. А за ними вот эта вот терраса, где обедают, завтракают там и так далее. Вот. Пойдем подсходим. Что тут? А, да. Вот очень интересная штука. У них тут в саду расставлены скульптуры. Вот Сократ. Там Платон где-то тоже в кустах. Вот. Так что вот такая вот история. И вот это вид на горы. Так. Вот сейчас мы находимся в комнате, в которой я живу. Это обычная, в общем, стандартная комната. С одной кроватью. Вот тут какая-то тумбочка. Стол. Один стол. Такое кресло с ручками. Так. Еще одна тумбочка. Значит. Ну вот. Комната. Душевая. Туалет. Значит. Все очень простенько здесь. Шкафчик. Простенько, но качественно. То есть вся мебель в хорошем состоянии. Зеркало. Так. Это я тут собираюсь в дорогу. И всякие надписи. Типа. Помогите нам быть. Как спасать. Сохранять энергию. Закрывать окна. Уключать свет там и так далее. Вешалочка очень такая приятная. Алюминиевая. Красивая просто. И даже вот этот самый. Инструкция пожарная. Очень хорошая. Фен. Которым я ни разу не пользовался. Но работает. Да. И вот еще очень интересное наблюдение. Значит. Мыло. Все вот такое вот. Эко. Эко. Да. Значит. С. Как сказать. Жидкое мыло. Которое можно дополнять. Добавлять. И оно как бы жмется. И оно тоже шампунь. Энергосберегающие лампочки. Все оборудование тоже такое качественное. И все оборудования. С ним нужно оборудование. И все оборудование.